девчонки всем приветики привет ульские и сегодня ко мне пришла клиентка с убитыми ноготочками и чтобы вы понимали вот так выглядели наши ногти буквально пару месяцев назад в прошлый раз нам пришлось убрать длину так как клиентка устроилась на работу сегодня мы не будем наращивать мы будем укреплять и первым делом мне необходимо убрать полностью все отслойки и хорошенечко зашлифовать ноготь как вы поняли по обложке этого ролика клиентка устроилась на упаковку коробок у меня около трех клиенток работают именно с коробками и у всех у них очень сильно сухая кутикула для маникюра я сегодня буду использовать фрезу пламя с красной насечкой 2 и 7 и шлифовщик полировщик зеленый но для этого мне необходимо приподнять хорошо кутикулу так я пойму насколько глубоко я могу заходить под нее в этот раз аппарат я включаю наверное на 22000 оборотов немножечко побольше чтобы хорошо зашлифовать пузиком боковые валики вот они у нас как раз таки очень грубые стали честно я была в полном ужасе когда увидела что случилось с этими пальчиками они были очень сухие но никогда я ее за несколько лет работы с этой клиенткой я не видела у нее таких ручек сегодня я буду работать и на реверсе и на форварде но основную часть я конечно сделаю на реверсе как мне удобно сначала я зашлифовала левый валик и после чего перешла к пазухам прохожусь в синусах обязательно под кутикулой убираю полностью весь птеригий если же вам удобнее работать на форварде то работайте вообще как бы даже не старайтесь переучиться я работаю на реверсе так как ну привыкла в принципе это делать уже давно если же вы столкнетесь тоже с сухими ручками и нужно будет очень много шлифовать именно фрезой пламя то будьте аккуратнее осторожнее главное чтобы кончик фрезы у вас был явно не на ногте потому что вы можете перепилить ноготь вследствие чего может начаться анихолизис в общем обязательно смотрите за наклоном фрезы еще если вы куда-то не можете подлезть то лучше лучше тогда не трогайте и оставьте это на попозже то есть срежете кутикулу и можно еще раз пройтись фрезой в основном у нас ногти покоцаны это средний и указательный они самые сухие но явно слишком упаковочные но вообще сухие ручки сейчас будут очень так скажем в тренде у мастеров так как всем дали отопление у многих сухой воздух в квартирах и заметила еще что кто работает с бумагой с какой-то макулатурой или с компьютером у них тоже проблемы именно с сухостью ручек фрезой конечно же я сразу стараюсь убрать и истончить кутикулу также где есть зацепочки какие-то тоже их пытаюсь зашлифовать далее я переключила с риверса на форвард и также получается уже справа налево вычищаю птеригии шлифую аккуратненько в пазухах и боковых валиках но в любом случае сейчас я выполняю не всю работу этой фрезой и перехожу уже к срезу дальше не забывайте я буду полировать шлифовать своим зеленым полировщиком кусачки не могу сказать какие потому что на нем нет никакого логотипа и покупала я наверное года три-четыре назад даже не помню где кутикулу стараюсь конечно же срезать аккуратненько тоненькой колбасочкой также убираю заусенцы которые не получилось убрать с помощью фрезы в любом случае ручки будут выглядеть после маникюра намного лучше но все равно их будет необходимо просто увлажнить включая аппарат на 15 17 тысяч оборотах и пшикаю антисептиком на ручке клиента и по мокрому выполняю шлифовку кутикулу кутикулы и самих пальчиков пшикать антисептиком конечно же не обязательно но мне так комфортнее работать пыль хотя бы не так сильно разлетается и не приносит жжение у клиента ну и в принципе все ручки то наши готовы поэтому я их обезжириваю и наношу бондер можно нанести и праймер можно нанести ультрабонд в принципе как удобно сегодня я буду делать укрепление полигелем поэтому я наношу втирающим слоем прям вот втираю базу база либо от гель-лака либо для геля и обязательно сушу полигель у меня сегодня будет от global fashion номер 12 я ему же работала и показывала вам в роликах у него приятный камуфлирующий оттенок опять же скажу мы не будем делать никакое удлинение я просто хочу укрепить наши ногти и достроить параллели выложила по капельке полигеля на ноготь смочила кисточку в специальном средстве и движение у меня такие прихлопывающие можно сказать топчусь растягиваю по всему ноготочку этот полигель остатки просто убираю шпателем этот полигель в принципе можно нанести даже без опила то есть он круто само выравнивается за счет своей жидкости работать с очень быстро в принципе как наверное с любым акригелем полигелем и конечно же будет очень много вопросов почему же я не нанесла гель девочки гель на таких ноготочках попросту будет отслаиваться отслойки будут идти именно с боков и с торцов там где самый мягкий у нас ноготь а выпилить родной ноготь из-под геля как вы понимаете сейчас это невозможно потому что там разросшийся гипонихий вследствие хождение долгого хождения с длинными ноготочками мне нравится акригели полигели потому что с ними комфортно работать можно достроить сломанный ноготочек можно выстроить параллель он круто самовыравнивается и можно сделать сразу на 5 ногтей после полной просушки я обезжириваю ноготочки и уже перехожу к опилу в принципе пилить нет необходимости но чтобы сделать ноготочек более ровным мне необходимо зашлифовать поверхность и естественно мне необходимо подпилить форму потому что при выкладке полигеля очень много образовалось его на торцах сейчас опять наверное многие под вопросом таня ты же делала маникюр как бы пилочка ты можешь его испортить и придется делать все то же самое я еще раз отвечу то что я чувствую нажим пилочки и не попадаю на кутикулу для начинающих мастеров советую взять бафик ногти у нас сегодня будут натуральненькие поэтому я беру камуфлирующую базу от black и выравнивающим слоем делаю ноготь но в принципе выравнивать вы все умеете поэтому смысла объяснять нет и вот что у нас в принципе получилось на один ноготочек мы прикрепили слайдер с такими ноготочками клиентка уж точно проходит подольше нежели бы мы нанесли базу или же укрепили бы гелем на каких-то ногтях нам помог полигели мы достроили параллели и сделали мягенький квадратик на все про все у нас ушло где-то час 30 час сорок пять приблизительно но и на этом в принципе все девчонки не забывайте подписаться на мой инстаграм ссылочка конечно же будет в описании под этим роликом там вы можете написать мне посмотреть мои работы посмотреть различные мастер-классы именно по дизайном по выкладке геля по маникюру очень много интересного у меня находится вечных stories там я сохраняю какие-то важные вопросы немножечко меня есть также ссылочки на алиэкспресс то чем я пользуюсь то что я лично покупала также я думаю для многих будет интересна тема про мой кабинет потому что для не знаю для вдохновения я постоянно что-то там изменяю что-то покупаю новое и в основном я живу в историях и рассказываю вообще про все так что девчонки заходите обязательно подписывайтесь ну и на этом наконец таки все надеюсь вам понравился сегодняшний ролик напишите что-нибудь в комментариях как вы справляетесь с такими вот ручками и конечно же ставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал всех люблю всем пока пока а